Протеерей Дмитрий Кирьянов Если бы наметить три перспективы взаимодействия религии и науки, три конкретных проекта, вы бы на каких бы областях сконцентрировали ваше внимание? Здесь необходимо отметить вот что. Дело даже не в трех перспективах, а скорее надо поставить два вопроса. Что богословие может дать научным исследованиям? Это один вопрос. Второе. Что научные исследования могут дать богословию? С одной стороны, действительно, прогресс научного знания, развитие наших представлений о мире, о веществе, и в том числе о человеке, ставит ряд вопросов перед богословием. Насколько мы можем соотнести наши богословские концепции с тем знанием, которое мы получаем в области естественных наук? Это один вопрос. Второй вопрос, немаловажный. Что богословие может дать науке? Сегодня большая часть научного сообщества, которое разделяет зачастую стандарты социентизма, полагает, что богословие не может дать науке ничего совершенно. Богословие должно существовать в какой-то отдельной области, и лучше бы оно вообще не существовало с этой точки зрения. Но вот, по крайней мере, ученые, которые заняты междисциплинарным диалогом, которые занимаются и профессиональной наукой, в том числе, например, члены Ватиканской обсерватории, профессора астрофизики Уильям Стулгер, например, и другие, они говорят о том, что мы должны поставить вопрос, что богословие может дать науке. А такой вопрос был исторически поставлен. В частности, вот богословие творения привело к рождению науки нового времени, к экспериментальному естествознанию. Что сейчас богословие может дать науке? Вот, как минимум, богословие может дать науке то самое ценностное измерение, которого из науки не выведешь. Это уже один момент. Другой момент заключается в том, когда мы говорим о том, какие проблемы могут быть, три проблемы, да, выделены, то я думаю, что три ключевых проблемы, которые всегда волновали человек, это проблема возникновения мира, проблема возникновения жизни и проблема возникновения человека. Эти три проблемы остаются одним из ключевых, как в области наук, естественных, так и в области богословия. Как соотносятся те пути решения этих проблем в науке и в богословии? Где границы научного решения этих проблем? Где мы должны говорить о некоторых философских или богословских концепциях? Вот этот вопрос, он постоянно дискутируется в рамках диалога науки богословия. Я не думаю, что эти вопросы можно решить окончательно. Это так называемые предельные вопросы, которые волнуют человека всегда. Да. Я думаю, что попытки найти ответы и решения, даже если они являются не окончательными, все-таки для современного человека, для построения некого целостного мировоззрения, они являются значимыми именно в этих трех областях. В 20 веке в рамках философии науки была показана глубокая вовлеченность человеческой креативной способности в формировании научного знания, что также исключает представление о науке как чисто объективном исследовании. В науке очень много креативного человеческого элемента, который принципиально не устраним из науки. Тот идеал бэконовской науки, когда человек получал знания из наблюдений экспериментов и на основании наблюдений экспериментов строил объективные теории, является некоторым недостижимым идеалом, потому что не существует логической процедуры перехода от конкретных наблюдений экспериментов по строению конкретной теории. Этой процедурой является человеческая креативность, которая вовлекает субъект. И поэтому, конечно, во второй половине 20 века стало возможным говорить о новых измерениях в отношении между религией и наукой. Более того, 20 век показал, что прогресс научного знания, связанный с ним прогресс технологий, вовсе не означает увеличение благосостояния человечества, как полагал Бекон. Мы видим, что 20 век стал веком крупнейших войн и мировых катастроф, катаклизмов. Сегодня у нас большая проблема связана с экологическим кризисом. То есть оборотная сторона науки и технологий показала себя во всей своей красе. И сегодня очень важно понимать этическое измерение науки. Этическое измерение науки базируется на человеке, на ценностях, которые из науки невыводимы. Именно поэтому, мне кажется, существует достаточно большое и значимое пространство для диалога науки и богословия. Когда пытаешься рассуждать на тему взаимодействия богословия и науки, невольно сталкиваешься с одним очень существенным аспектом этих отношений, а именно с тем, что богословие фактически не существует вне церковной среды. Будь то среда православная, католическая, протестантская. Консервативность церковной среды, безусловно, накладывает некий оттенок, дает собственное влияние на исследование темы взаимоотношений богословия и науки. Как быть с этой консервативностью? Все-таки, как мне кажется, сам по себе консерватизм богословия, в определенных, скажем так, еще в частности догматического богословия, он предполагает, что в богословии существует некоторое неизменное ядро концепции, которое не может быть в принципе изменено. И очень часто критики диалога науки и религии, противники этого диалога, говорят о том, что конкретные научные теории могут противоречить этому ядру вероисповедания. Но на самом деле, если мы посмотрим, каким конкретно концепциям могут быть предположительно противоречить научные теории, то мы увидим, что на самом деле те богословские концепции, которые составляют ядро, допустим, христианской веры, они не вступают в прямое противоречие с конкретными научными теориями. И второй момент очень важный. Когда мы говорим о консерватизме, в общем-то, собственно говоря, в науке тоже существует консерватизм. Допустим, некоторые теории, которые имеют достаточно хорошую экспериментальную поддержку, считаются принятыми и в научном сообществе считается неприемлемым или ненормальным оспаривать статус этих теорий. То есть есть такой здоровый консерватизм и в самой науке. Поэтому, если даже когда появляются какие-то новые научные данные, которые не вписываются в старые теории, это приводит к чему? Не к смене научной парадигмы, а первоначально приводит к модификации теории, к появлению вспомогательных гипотез. Такой здоровый консерватизм присутствует и в науке. Поэтому я не думаю, что сам по себе консерватизм богословия является некоторым препятствием к диалогу. Скорее, этот консерватизм является попыткой серьезно относиться к поставленной проблеме. Когда мы так понимаем эти отношения, когда мы видим, что этот консерватизм присутствует и в богословии, и в науке, но этот консерватизм, можно так сказать, просвещенный тем пониманием границ между наукой и религией, которые существуют, а эти границы, конечно, подвижные, то мы сможем построить конструктивный диалог. Ну а если, например, рассуждать о давнем споре эволюционистов и креационистов, как здесь мы можем применить такой просвещенный консерватизм? Где здесь можно найти точки соприкосновения? Я думаю, что прежде всего мы должны понять, что мы не должны оценивать никакую научную теорию по критерию согласия или несогласия отцов. Ведь один из основных аргументов так называемого научного креационизма заключается в том, что большинство отцов церкви сходятся в буквальном понимании шестоднева, и, соответственно, придают этому пониманию буквальному статус вопросов веры и морали. В то время как мы можем найти у святых отцов консенсус не только в этом вопросе, но и консенсус в том, что они принимают аристотельское учение о строении души и другие научные теории того времени. И здесь знание было исторически обусловленным, оно не относится к вопросам веры и морали. Поэтому, когда мы говорим о диалоге науки религии и впрямительно к эволюционной биологии, мы все-таки должны понимать, что эволюционная теория опирается на серьезную научную базу и попытаться воспринять ее действительно серьезно. Скорее попытаться понять, что говорит эволюционная биология о возможном отношении Бога к миру. Какое измерение она может дать в понимании этого отношения? Ведь так сложилось, что в классическом философском теизме отношения Бога и мира мыслились таким образом, что Бог находился в неком отстраненном пространстве от мира. Бог создает мир, Бог иногда вмешивается в историю. Интересное замечание в XIX веке высказал английский богослов Обримур, который говорил о том, что эволюционная биология, который он написал в конце XIX века, совершенно отбрасывает в сторону образ деистического Бога. Бога, который создал мир и никак не участвует в нем, либо лишь эпизодически вмешивается. Он говорит, что в контексте эволюционной биологии мы можем говорить о том, что Бог либо постоянно взаимодействует с миром, то есть он постоянно заботится об этом мире, то есть либо присутствует везде в природе, либо его нет нигде. Атеисты говорят, что Бога нет нигде. Но дело в том, что этот метафизический тезис мы вовсе не обязаны принимать. Обримур подчеркнул этот контекст. То есть философский подход, философский атеизм и философский идеизм в том числе, слишком отстранен на мысли взаимодействия Бога с миром, в то время как это взаимодействие может быть гораздо более глубоким и фундаментальным. Спасибо за интересный разговор. Спасибо. 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 Спасибо.